Что будет с рынком блогеров, рекламы, онлайн-курсов после окончания войны? Пока идет война и гибнут люди, что абсолютно ужасно, начинается параллельно другая катастрофа. Это катастрофа для экономики России. И если эта война, эта боль прямо сейчас, то экономические последствия — это огромная боль для большого количества граждан России на ближайшие несколько лет. И с учетом санкций, которые есть сейчас, на момент записи этого ролика, 1 марта, это уже очень плохо. То есть все будет очень экономически плохо. Не буду подробно объяснять, почему. Ну, не несколько моментов скажу, но за подробностями посмотрите. Таких ребят, как Мовчан, Гуриев, Шульман. Там это хорошо разъясняется. Что в этой связи будет с рынком блогеров и курсов? Первый тренд — это платежеспособность аудитории снизится. У людей будет тупо меньше денег. Россия, судя по всему, заблокирует большое количество валютных резервов Центробанка. Это та самая подушка безопасности на черный день, которую государство копило. Она по размеру беспрецедентно большая по сравнению с другими странами. Но из-за блокировок сейчас Россия не сможет использовать эти деньги. Будет тяжело менять валюту в рубли или невозможно. Будет тяжело менять слитки золотые, опять же, в рубли. При этом деньги откуда-то брать нужно. И за это, естественно, будут платить обычные люди из своих карманов. Если совсем просто, жизнь станет дороже, денег станет меньше. Что будет с рынком курсов, например? Есть мнение, что если людям будет нечего есть, то в самообразовании они точно не будут складываться. Я думаю, что будут темы, которые упадут, но будут точно темы, которые вырастут. Например, темы, связанные с психологией или про деньги, про инвестиции, про заработок, про удаленные профессии. Это будет суперактуально. Людям нужно будет понимать, как зарабатывать. Будет расти все, что касается вопросов эмиграции. То есть будут темы и ниши, которые будут хорошо себя чувствовать и даже будут расти. Точно останется сегмент, я считаю, высоких чеков, особенно при продаже через личный бренд. Даже при снижении уровня доходов в целом. Если вы правильно продвигаетесь, качаете личный бренд и научитесь делать дорогие продукты и сильные офферы, то вы всегда найдете несколько десятков людей, которые будут у вас покупать задорого и будут кормить вас и вашу семью. Важный момент. Я переформатировал свой телеграм-канал Максим Чернов для поддержки тех, кто хочет продолжать развивать блоги, каналы, вести бизнес, в онлайне зарабатывать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Там я, кстати, веду эфиры периодически, пишу сам рекомендации, отвечаю голосом на вопросы. Поэтому подпишитесь и давайте там с вами общаться. Что будет с блогерами? При жестких блокировках соцсетей возможен отток, если мы говорим про Инстаграм, оттуда в Телеграм и в Ютуб. Больше всего сейчас речь идет про Фейсбук и, соответственно, Инстаграм это компания Фейсбука. Меты, если быть точнее. Отток может быть с VPN, как я рассказывал вот в этом видео. Все равно все будет работать, но как бы телега при таких вариантах может быть более стабильной и более удобной. Запуски могут перекочевать частично из Инстаграма, опять же в Ютуб и в Телеграм. Поэтому на самом деле самое важное принципиально разбираться в запусках, в прогревах, в маркетинге. Не обязательно на конкретной платформе, поэтому если вы понимаете, как строятся продажи и развитие личного бренда и запуски, допустим, в Инсте, вы можете это повторить в Ютубе, в Телеграме. Концептуально это все одно и то же, просто разные платформы. Что еще? Какой я вижу тренд? Эксперты, блогеры, предприниматели, особенно уже успешные, уедут из России. Особенно те, у которых есть деньги и связи. Большой отток будет из России. Это будет сделать сложно, потому что российский паспорт теперь еще менее востребован. Я когда открывал счет и компанию регистрировал в Сингапуре, мне сказали, что после 2014 года российский паспорт смотрят плохо. Он высокорисковый, поэтому открыть счет в нормальной юрисдикции сложно. У меня это получилось сделать и потом на основании этого сделать себе документы здесь, рабочие, рабочую визу в Сингапуре. Но сейчас с большой вероятностью это будет сделать еще гораздо сложнее. Но варианты все же останутся. Будут более-менее нейтральные страны и места, куда скорее всего можно будет приехать по каким-то документам, там типа Дубая. Но здесь нужно, естественно, смотреть по ситуации. Отток 100% будет. Кто точно пострадает? Во-первых, те, кто живут за границей, а продают за рубли. Это вот, например, я. У меня есть доходы и в долларах, с каналов, с Ютуба доход падает в долларах и с русскоязычного, и с англоязычного. Но большая часть, естественно, моих доходов в рублях. И, естественно, при огромном обесценивании рубля, те, кто живут за границей, пострадают от этого. Те, у кого бизнес-модель завязана на расстрочках, например, ребята такие как Яндекс, Нетология, ну это большие игроки, но все же у некоторых из них напрямую завязаны их, то есть их заработок, в принципе, бизнес-модель построена на предоставлении расстрочек. Есть ребята, которые не зарабатывают на курсах, а зарабатывают именно на комиссиях от банков. И это бизнес-модель. Сейчас деньги подорожали. Например, Тинькофф перестал одобрять расстрочки. Будем надеяться, что временно. На данный момент они готовы оформлять кредиты по ставкам до где-то 40% сейчас. Напомню, потому что ЦБ поднял ставку с 9,5% до 20%, поэтому деньги сейчас стоят дорого. И то халявное время, когда можно было все что угодно купить в расстрочку, можно было курс купить очень удобно в расстрочку без переплат. Это время прошло, ну то есть оно полностью закончилось, деньги теперь будут дорогие. Поэтому, если вы продаете какие-то продукты с учетом расстрочек, нужно закладывать, это тоже бизнес-модель, что вы теперь будете продавать кредиты, а не расстрочки. Но, опять же, смотря на чаты предпринимателей, вот я видел один кейс, что на небольших чеках не так сильно может чувствоваться переплата для клиента за месяц. Вот как здесь, например, был платеж раньше 3-400 месяц, стал 3-540. И общая сумма, соответственно, курса, который стоил 35 тысяч, выросла до 42,5 тысяч. В принципе, если человек, клиент идет на то, чтобы оформить не рассрочку, а кредит, это тоже может быть моделью. Но, в любом случае, продавать это становится сложнее и дороже. Кто еще пострадает? Возможно, те, у кого бизнес сильно завязан на закупку рекламы в Фейсбуке или в Гугле, потому что есть риски, про которые я уже рассказывал в этом видео. Это то, что Гугл реклама перестает периодически работать и, ну, соответственно, замедление блокировки Фейсбука, Инстаграма, это все влияет на стоимость лидов, которые вы закупаете. Если у вас в чистую бизнес завязан и ваша бизнес-модель подвязана чисто на закупку рекламы, особенно в одном канале, вы очень в уязвимой позиции. Может быть, у вас уже перестали окупаться ваши воронки. Кто еще пострадает? Если у вас есть сотрудники в Украине, сложно сейчас все, сложно делать переводы. О каких-то юридических, легальных оформлениях я вообще молчу. Те, у кого есть иностранные партнеры, есть риск отказа работы с гражданами Российской Федерации. Про это тоже я уже читал эти кейсы, которые за последние дни появились. Кто еще пострадает? Те, у кого есть команда, но она работает чисто за деньги, то есть нет никакой идеологии, никакого сплочения, никакой лояльности. Либо у вас в целом раздутый штат, то есть очень большие расходы и, соответственно, из-за этого у вас могут быть также проблемы. Еще один тренд, который я вижу, это скорее позитивный тренд, которых сейчас очень мало. Это всплеск, большой всплеск криптовалют, особенно для переводов за границу и для вывода денег, и для расчетов, и для тех же оплат, возможно, в будущем и рекламы, и курсов. Это будет дальше только расти, то есть для России это будет особенно актуально в связи со всеми ограничениями и санкциями по поводу банковской системы. Что нужно делать сейчас? Адаптироваться и перестраиваться на ходу, но опять же без резких непродуманных шагов, но нужно быть гибким. Ковид был, как оказалось, для нас разминкой, чтобы научиться этой самой гибкости и умению перестраиваться с одного на другое. Только там у нас было больше времени, а сейчас у нас времени гораздо меньше, чтобы перестроиться. Окей, подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе изменений, которые сейчас происходят с космической скоростью. И еще, давайте, пожалуйста, поддерживать друг друга, сейчас нам всем это очень нужно. Поддержите друзей, поддержите родственников, коллег, если у вас есть команда сотрудников, проведите для них созвон, объясните, что происходит и берегите себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!